Добрый день. Добрый. Добрый день, Игнатий Тихонович. Да у вас что-то справа свет падает сильно, как-то надо окошко закрыть там было бы. Попробуйте, шторки опустите полностью. Да и там и там можно закрыть. Вон у него какая-то ставня закрывает. Светомаскировка. Так и там тоже. Вот и какое у него. Гляди окошки-то какие. Гляди. Отлично. Теперь не видно будет может быть. Вот теперь получше. Да можете подсветку дожидать себе. Замечательно. Ну слушаю, у нас все записывается в интернет, выставляется. Вы не против? Нет, нет, не против. Пожалуйста, говорите. Да у меня есть несколько вопросов. Первый вопрос у меня насчет крещения, так как я видел ваши ролики там, где вы объясняли, что нужно только полное погружение. Только. И как бы я тоже ну ходил в церковь, вхожу в церковь, помогал алтарничать батюшке. Я ему попросил, чтобы у меня так полное погружение. Он сказал, чтобы я как бы не дурил, что это меня крапили, я с Украины. Ну он говорит, что так типа это нормально, сейчас многие архиереи так крещены. И я когда ему сказал, что хочу как бы все равно креститься в полное погружение, там начал приводить. Ну я, у нас как бы начались занятия в церкви по просьбам прихожан, там батюшка начал объяснять там про службу, что значит там, ну как, что значит сама служба. И я и после, после этого можно было вопросы задавать. Я начал при других задавать, он потом мне говорит, что не нужно, мол, при других как бы слушать, люди могут соблазняться, а ты такие вопросы задаешь. Ну и я как бы, он мне сказал, если я себя считаю некрещенным, что я не могу в лотаре помогать. Я как бы, ну, сейчас в лотаре не помогаю, стою в церкви, это самое. Во время службы, ну, молюсь просто в церкви. Вот. И хотел покреститься у других, ну, тут у нас еще, потому что я сейчас работаю в Италии время, ну как время, мы уже больше десяти лет здесь. И тут есть румынская церковь, спрашивал там у молдаван, которые ходят в румынскую церковь, они сказали, что их батюшка тоже так водичкой, мол, когда крестит взрослых, так водичку им на голову капает. Что он меня тоже, ну, не покрестит. Есть греческая церковь тоже. Тоже спрашивал, у нас ходят люди туда, в греческую церковь, и священник сказал, что, мол, не нужно, как бы у тебя покрестили, так и оставались, так и было. Это обманщики. А на фон поедете, если на фон, они даже ни за что посчитают то, что они делали. Крестят, полное погружение всех, которые мочуны. Ну, это нужно найти, кто бы покрестил, как там, кому обратиться-то. Слово крещение означает погружение, другого перевода нет. И почему Кирилл Урусалимский говорит, как скрываемся в воде, как скрываться, когда ты стоишь на полу, так мы погребаемся до старой ветхой жизни. Что тут толковать-то? И как, Евнах и Филипп оба сошли в воду, и он что, в воде ему брызгал водой на него? Давай, Игнать Тихонович. Он спрашивает на Афоне, к кому обратиться? К кому? Да там монахи есть, я сейчас не знаю, к кому на Афоне-то. Вот у нас в прошлом году они хотели приехать, позапрошлом году некоторые, ну, далеко там, Петрозаводск. Я говорю, знаете, вам ближе, может быть, на Афон съездить-то. И они поехали там покрестились, так они, говорит, всем монастырем вышли, нас в море крестили. Полное погружение троекратное. Священник зашел в воду, и все. Войны Сынецкие сейчас канонизированы, он их ни за что не считал, и правильно? Как их считать-то, когда они не погруженные? А как Бог будет смотреть? Нам не надо думать, как Бог будет смотреть. Нам сегодня открыто, и мы знаем. Вот у нас будет 9 июля на еще крещение. Кто готовился? Ну, а к вам как доехать? Это далековато, получается, да? Ну, еще далековато. Там мы проехали до Лиссабона из Барнаула. Ну, это на самолете лучше к вам лететь? Нет, мы на своей газели, на машине. Мы проехали сначала до Владивостока. У меня 38 книг вышло, я везде это дарил. И потом мы проехали до Москвы, потом через Грузию, выше прошли Турцию, потом на Афон в Афины по острову, а потом переплыли и в Италию. Я там книги подарил папе Франциску и Венедикту. И в центральной библиотеке города Рима там полный комплект наших книг. Нас там очень сильно хорошо приняли. Понятно. Ну, а если вот к вам приехать на Крещение, это можно? Можно. Я сейчас поговорим только. Я вам скинул, какие вопросы задаются, чтобы вы заранее подготовились. Какой маршрут. Ну, это все можно сделать. У нас вот приезжают иногда, нанимают такси, на такси приезжают из Барнаула. А из Барнаула это, ну, два с половиной часа ехать. Надо хотя бы дня на три раньше приехать. Побыть вместе, у нас занятия тут будут идти. А потом, в воскресенье, тогда уже прямо на озере, на пруду будет Крещение. У нас приезжают тут иеромонахи, которые уже поняли, что есть. Крестятся, возвращаются и дальше продолжают служить. Ну, а их потом архиерей не запрещает в службе? Да, всяко было. Угрожали, но ни одного не отучили. Ну, как ему, ему же самому-то. Мы говорим, я патриарху писал. Приезжайте, мы вас покрестим здесь. И все, и будете служить патриарху. Ну, да. Понятно. Но он здесь не приехал, по-моему. А его не пустили здесь. Охрана не пустила. Он был здесь. Нам ответили, что приглашение передано ему. Ну, там о Крещении-то мы не говорили. Он в Барнауле был-то. Но у него маршрут есть, он подневольный. Он не может никуда. Никуда. У него строго. Вот, зая охранники. Ну, у нас можно было на крыше снайперов посадить-то мы. Понятно. А можно к вам и с детьми приехать? Да. Даже с детьми еще желательнее. Потому что у нас сейчас детского лагеря нет. У нас порешил другой формат. В домах будем. Специально приобрели дома. И в домах, как люди, которые живут, как бы приглашают. Ну, и отдыхаем так же. За ягодами ходят, купаются. Дети. Ну, я 45 лет начальник детского лагеря. Я основатель был. Ну, тут власть такая пошла, что невозможно ничего. Закрыли целые областя. Ни одного лагеря нет. Невозможно. Суды, прокуратура им. Все подчиняется. МВД. И поэтому мы перешли в другой вариант сейчас. Надо готовить. Уже дома приобретены. Электричество подведено. Только внутри сделать надо. У нас очень и очень большой опыт. Ну, 45 лет. 45 лет изо дня в день. Ну, да. Я видел, как бы, про ваш лагерь. И хотел, чтобы детей немножко на воспитании. Потому что мы вот здесь живем, как бы, среда вроде нормальная. Нет такого, как у нас, что дети матерятся, там курят, все пьют. На улице не выезжают, чтобы кто-то пиво пил. Но все равно, как бы, дети ходят в школу. Тут все неверующие. Они пропитаны этим. А у нас все верующие. Ну, да. Лучшего места для воспитания детей, чем у нас, не найти. Все учителя верующие. Священник здесь, храм. Ну, и вся обстановка. Все родители верующие. Православные. Мы с нуля начали строить православную деревню. Бывшую нашу когда-то. Ну, а вот люди, если туда к вам приезжают, они чем занимаются? Как они на жизнь зарабатывают? Сельское хозяйство. Разводят скотину. Кто-то пчел. Птицу. Сажают. Что-то. И как они это? Пают где-то? Можно сады разводить. Сады. Даже виноград у нас растет. Большие яблони выращивают. Если кто занимается. У нас же колхоз тогда был здесь. И все это росло. Ну, а сейчас какие-то поселенцы, если к вам приезжают, они этим сельским хозяйством, они продают как-то продукцию на базар? Да. Да, на машине. Только сегодня приезжали. Сегодня только двое оттуда приезжали. У которых коровы есть. Вот у него староста, у него 36 голов крупного рогатого скота, там 7, кажется, дойных коров было. Ну, у него пашня есть. Сын у него закончил университет, сейчас вернулся. Ну, они еще, кажется, гектар 150 подкупают. Гектар. То есть он сеет пшеницу, овес, ячмень, там еще что-то, я не знаю, свеклу, правда, не сеяли, горох, гречку. Так что это все можно брать у себя. Если возьмешь там это рушилка, это мельница, там свое все будет. Тебе не надо будет нигде брать. Это одно удовольствие. Но надо же платить там и за услуги, за свет, за то, за другое, за соляк. Платить-то не столько, сколько государство, тут-то все дешевле. Тут все дешево. Дешево родиться и дешево умереть. Не надо покупать участок-то, за землю не платить. Гроб сами сделают. Учатся дети. Все здесь перед твоими глазами. А один раз в неделю, во вторник наши выезжают в город. Кто-то мясо везет, кто-то птиц много держит. У нас одна женщина на 6 или 7 пород кури столько держала. У нее много индюков, гусей. Она уже в годах. А до этого одна женщина, две коровы держали, овечек. Женщина одна. А когда мужчина, тут разговора нету. А одни свиней много держат. У него около 100 свиней было. Колят и тут же там есть, которые приезжают, на месте у него берут, прям на месте продают. Они, ну, подешевле, конечно. Ну, на жизнь хватает, да? А? На жизнь хватает. Ой. Голодный никто не ложился. 25 лет прошло. К нам приезжает митрополит, Московский патриархат. А мы-то относимся к русской православной зарубежной церкви. Две общины осталось на всю Россию. Ну, у нас очень хорошее отношение. И Господь нас хранит. Ну, да. А вот вы, как-то я смотрел, вы говорили, что многие, наоборот, у вас за границу уехали с вашей деревни. В Грецию уехали, во Францию, в Германию. Почему так? Ну, уехали они, это связано там с родственниками. Вот в Германию, которые уехали, ее родители живут в Германии. Ну, они пожелали и поехали. Родители там. В Грецию уехали тоже родители. Там уже все, подготовили, квартиру получите. Она гречанка, а он русский. А его мать, брат, остались в Потеряевке. Они туда переехали. Мы у них в гостях были. Это люди-то очень хорошие. Но ничего лучше нашего нету. Земли нету, ничего не растет. У них ничего нету. А здесь у них полно было. И он держал свиней до ста голов. А представьте себе, это сколько мяса-то сдают-то. Я не знаю, сколько у этих уплотниковых-то. Ну, ребятишек пять, наверное. Сын оттуда приехал. Там отслужил. У нас в Барнауле поступил в университет. Я не знаю, закончил он или нет уже медицинский. Ну и почему он не здесь? А невеста из Москвы куда-то туда поехали. Им там квартиру они уже родители или ды дали. У нас если выезжают, то люди-то не на худшее выезжают. Но духовно они уже того не получают. Они уже сразу понимают это. Ну да. Не, ну я, конечно, давно хотел, как бы, вас так и нашел. Как бы я думал найти деревню, чтобы переехать в Россию. Хотел, чтобы были православные. У нас все православные. Просто набрал в поисковике и вышла ваша, как бы, ссылка на вашу. Я так начал смотреть потихоньку. Конечно, сначала было немножко ошарашен. Так вот там строго так про священников, про все. Мы все привыкли так все сдувать в пыльце. Нет, у нас строго. Да, постепенно я, как бы, смотрел в них, как бы, да, что вы правильно говорили. Ну, по-другому никак нельзя. Это канон, мы православные, мы должны соблюдать. У нас безбородых нету, все с поясом. Женщины без платка не ходят. На улице она дома там может, а на улице, она, любая девочка, что была в платке. Что мы требуем-то? Мы ничего не требуем. Это наш дресс-код. Это обговорено в уставе деревни. Да, было бы неплохо. Ну, моя жена тоже сначала как бы пугалась. Сейчас так постепенно смотрела и привык. Чему пугаться-то? Когда бутылка не рассчитывается, горючее нигде нельзя сливать, руки мазутные нельзя даже в воде там мыть в озере. У нас все обдумано, чтобы природа была целая. Ну, да, нет. И музыку не включать бесовскую никакой. Музыки-то никакой нету. Даже в уставе сказано, чтобы собака не лаяла зря. Чтоб пение птиц можно было слушать. Ну, да. Понятно. Ну, дай Бог приеду, тогда я... Вы мне вышлите, как добраться до вас, маршрутку. А я вам напишу. Сейчас закончим говорить, я вам скину маршрутку. Да. И я вам написал, я бы хотел книги купить, но там в Москву переслать, там живет сестра моей жены. Через Москву. Ну, если вы приедете, вам легче взять. Это дорого пересылать туда. Даже до Москвы дорого. Если вы приедете, у меня книги-то еще будут. То здесь вы возьмете, здесь... Нет, он хочет до Москвы. До Москвы. До Москвы. А, до Москвы-то, ну, дайте адрес, я пошлю. А я вам дал, уже переслал адрес, как бы. Сейчас посмотрю. Только не в моем мире, если вам послать. Посмотрю. От вас-то ничего не поступало, там ни чек, ни фотографий, ничего не было. Не, ну, я бы хотел, чтобы вы в Москву переслали, но вам деньги переслать. Вы получите в рублях, но я здесь их по Вестер-юнион даю в валюте, а вы получите в рублях там. Почему? Я в валюте и получу. Не, я пересылал своему, как бы, дяде, дяде моей жены, он там живет в Луганске рядом. Я ему пересыл через Вестер-юнион, в Россию ездил, получал в рублях. Я здесь когда... Я пришел, меня всегда спрашивают, вам давать в валюте или в рублях? Я говорю, в валюте. И дают валюту, то есть они могут так и так. Ага, понятно. Вот они сейчас прислали там за книги, они две книги или три выписали-то. Я пошел, и она спросила, сразу получил, и все. Не, ну, я бы хотел, как бы, в рублях, потому что это для... Туда, на Москву, чтобы вы отправили. Я отправлю? Вы даже... Ну, я бы просто напрямую вам, чтобы я им не пересылал деньги, и они потом вам. Можно вам напрямую послать. Можно, я все данные наши скину. Ну, да, я видел. Я, как бы, вчера написал, что хочу на Москву деньги, там выслал на Гололова была Снежана, и все. И вы мне все реквизиты выслали, как бы, куда платить. Ну, все, все. Вот теперь от вас только как. Я бы хотел просто по Вестер-Юниону, просто на ваше имя, да, поставить ваше имя. Да, там все написано. Хоть Вестер-Юнион, хоть как. Я же вам для данных это скинул свои. Когда вы вышите, квиток сфотографируете где-то, я могу получить, и я сразу высылаю. Да, а еще вот это... У вас, как бы, книги все ваши. А дополнительно не могли бы вы выслать правила православной церкви, там, где все правила собраны? Так это надо отдельно купить правила. Это называется так и есть. Ну, а где их? Книга правил называется. У вас это? Я не знаю, это надо где-то в патриархии сказать. Они ее выпустили недавно. Ну, недавно, уже лет 15. Их не было. Понятно. Но книги правил, я над ними много работал, и поэтому выявил, что сегодня действующих 719 правил, а 413 нарушаются каждый день. Ну, да. 57 процентов. А мы добились, по милости Божьей, у нас ни одно правило не нарушается. На нас нападают даже. Священники собрались, а мы узнали, вы тоже нарушаете. Я говорю, и какое правило? Ну, написано, в бане с евреями не мыться. Я говорю, а я и в баню не хожу никогда. С чего ради-то? Правила нашли. Да вы что? Я говорю, ну, зачем я пойду, когда есть душ, своя баня у меня. Ладно. А вот написано, все время в корчме нельзя обедать. Но я говорю, я и не хожу. Я кусок хлеба, если мы ехали, у нас с собой все, мы поварили. Все как надо у нас. У нас продукты все с собой из России были. Мы ни в одном ресторане не были, нигде. Но они подыскивались под меня-то, ну и все, посмеялись. Я говорю, нет, мы все исполняем. И при том, это не трудно. Если человек 2-3 воскресенья не был, и никакой причины не было у него, он исключается. Это правило такое. А как? Он должен написать. Или его вызвали во вторую смену, или что-то. Это не я правило-то придумал-то. При чем тут я? Ну, это воскресенье. Потому что у нас тоже, я вот работаю на фабрике, и бывает в воскресенье, когда много заказов, фабрика частная. Это церковь считывает. А именно беспричинно. Ты лежал на боку и щелкал телевизор. Не надо. Вот посты не соблюдают. А почему не соблюдают? Да я не могу. А ты не православный. Как это так? Церковь усыновила. Я обязан выполнить. Сейчас не мясного нет еще. А растительное масло разрешает только в субботу и воскресенье. Если вы к решению готовитесь, вы сейчас с соглашенными, когда говорят, соглашенные изъедите, старайтесь уже выходить или куда-то там, чтобы вас не видно было. Я выхожу, стою как бы возле этого, возле входа, и люди мне говорят, как бы, вот ты выходишь, что ты как бы дуришь там. Ну да. Ничего. А я говорю, ну как же я это самое, вот хочу покреститься, и начинаю им как бы рассказывать. Ну и там уже те услышали, говорят, что вот он уже на улице там он как бы свою ересь. Так было всегда. Ну а мне как бы, я не то, что я не хотел никому рассказать, просто люди спрашивают, типа, да что это. Я им начинаю как бы объяснять так, как прочитал там. Вы не бойтесь никого только, не бойтесь. А вы не боялись исказить таинство, не боялись, а вы боялись будете, когда восстановите. Вы награду за это получите, будете как начать Ахахаи. Гляда на вас первые, другие будут искать. У нас из Германии приезжали и принимали крещение здесь. Там священник, гонение возник, а потом все примирилось, ничего не было. Я был у него там. Мало что они говорят. У нас закон православный. Ну да, как бы. Ну так правильно. Игнатих, еще вот пару вопросов. Моя жена там написала мне, она слышала, что было такое пророчество, что Китай завоюет Россию. Нет такого пророчества. Нет такого пророчества. Это у старообрядцев, староверов было такое, что война закончилась между Биейю и Катунью. Что земля будет опутана железом, птицы железные будут летать, клевать. Это у них было, у беспоповцев. В Библии этого нет. Ну вот она говорит, что старцы, мол, говорят там, вот завоюют до Урала, мол, все Китай. Нет, это разговор идет только. Разговор. А Восток уже китайцы забрали. В смысле? Восток России? Там уже миллионы. Ну им дают земли, все пока. Я как-то сказал, Жириновский такой есть. Слышали депутат Жириновский? Ну конечно. Вот. Он говорит, когда случилось цунами, то почему японцам не дать такую же по территории, там где у нас свободная земля? Они бы обработали. И пускай будет автономная японская республика, закон Российской Федерации. Пусть учат по-своему. Это трудяй где-то. А там оставить место, законсервировать, как музей, приезжать будут смотреть. Они живут там, просто страшно сказать, какие землетрясения, и цунами. А тут земли, мы вот ездили до Владивостока, с миссией. Ой-ой-ой, тысячи километров никого нет. Пустыня? Пустыня? Ну не пустыня, там холмы, деревья растут. Это не пустыня Гоби. Ну да. Безлюдная. Так, первый вопрос прошел. Второй? Второй. Когда вот священник идет по краму, ходит. Вот все крутятся за ним. А зачем? И это правильно так? Ну он как бы... Он ходит-то не людей, а иконы. У него написано... Ну он как бы... Он к людям тоже поворачивается, на людей тоже как бы... Ну это он уже подыгрывает им, подыгрывает. У нас этого не делается. У нас никто не поворачивается. Священник идет сам, а мы стоим и молимся. У нас ни один голову не повернет. Мы восстановили все, как должно. У нас шепотом ни одного слова никто не скажет. У нас этого нет. Хождения по храму нет. Опоздал, если стоит доглашенный из идите в притворе. Это все написано. Ну да, как у вас я видел. Вы наши ролики видите, как люди молятся. Да-да, я видел. Дети, которые там... Ну я вам скину наши ресурсы. Так, второй вопрос. Ну у меня есть, вы уже скидывали, да. Ну и все, тогда третий вопрос. Вот жена спрашивала меня, потому что у нас была как бы немного война из-за десятин, когда я начал говорить, что нужно десятину давать. Да. Она сначала очень в штыки приняла, как бы, вот так, прям скандалы были. Потом немного... Сейчас немного смирилась, как бы уже. Вы знаете что? Я вам скажу. Вы откройте, скажи, место писания, и вы увидите. Два места писания хотя бы. Открыть притчи. Там надо посмотреть, кажется, 28-24. Вот я сейчас скажу. Два места, смотрите. Два места. Притча Соломона, 28-24. Да. Считайте. А, ну я так записал. Ну ладно, я считаю, считаю. Кто обкрадывает отца своего и мать свою и говорит, это не грех, тот сообщий грабителем. Мы должны соглашиться? Ну да. Да, должны. Даже, почему, говорят, карваны можете не заботиться, Господь сказал. Второе место. Два стиха. Малахи 3,8. Можно ли человеку обкрадывать Бога, Бога Отца? Родного Отца нельзя, а Бога можно. А вы обкрадываете меня. Скажите, чем мы обкрадываем тебя? Десятиной и приношением. Проклятием вы прокляты, потому что вы весь народ обкрадываете меня. Почему? Десятина нам не принадлежит. Бог ее накладывает на наши 90 рублей, чтобы мы отдали своими руками. Она не принадлежала ни в Ветхом, ни в Новом Завете. Бог соучастник в нашем деле. Бог. Почему? Ну, допустим, мы, вот, нанимается человек дальнобойщик, а ему машину дает хозяин. Ну, он с хозяином должен за машину делиться. Хозяин дает деньги на горючее, и он машина амортизация, а что заработала даст? Бог нам дал сердце, воздух, землю, все. Бог имеет участие в нашем труде? Ну, конечно. Конечно. И поэтому Бог говорит, тебе я даю девять частей, а мне одну десятую. Если бы это нам принадлежало, Бог бы сказал, вы неправильно тратите. А здесь, говорит, меня обкрадывайте, меня. Что тут непонятно-то? Там обкрадываете отца, вы разбойники, грабители, говорит. А здесь Бога, и вы проклятием прокляты все. Десятина нам не принадлежит. Ее просто Бог положил, чтобы мы отнесли и отдали. И те, кто против, это лжецы, это святотатцы. У отца своровать, это тать, вор. А взять у Бога, это святотатцы. То есть, это самый высокий грех. Это хула на Бога. Я задавал отцу нашему, отцу Алексею, вопрос в церкви. Ну и даже некоторые прихожане такой вопрос сами поднимали, потому что собирают деньги на церковь. Как бы человек, который собирает, он сказал, может, будем десятину, чтобы церковь быстрее, деньги на церковь. И было как бы неудовольствие, чтобы без разрешения даже подняли вопрос о десяти никогда. смеются, когда вот говоришь, что десятину, все смеются, и он в том числе. Я думал, может задать этот вопрос, когда у нас будет там собрание церковное, но развод бывает. А почему у нас платят? Никто не сопротивляется. Потому что им доказано. А почему? Потому что в храме торговля. А если десятина, то торговли не будет. А потому торговлю Бог изгнал, а десятину установил. А люди вот так наоборот перевернули все. Это сатана воровать заставляет-то. Господь изгнал, бишь, сплел и попер их оттуда из храма. Два раза гнал. Вертеп разбойников, храма-то никакого нет. Я говорю, батюшка, а почему ты не берешь десятину? Кого брать-то одни старухи? И больше десяти тысяч-то нету. Я говорю, а торгуете сколько? Четыреста пятьдесят тысяч. Что сравнивать и десять, четыреста пятьдесят. Он идет, машины освещает, офисы, за крещение берет. У нас нигде ни копейки не берет священник. Он не имеет права. Мы в уставе это внесли. Нигде. Полная абсолютная тишина. Мы пришли Богу молиться. Это не просто люди не дают десятину, они проклятием прокляты. Это проклятые все стоят. Это ворье стоит. Ну а как же, как нам, если священник как бы не хочет, смеется, говорит, не давай, но еще не покупай. А десятину определи в другое место. Прикопи ее побольше-то и найди нуждающегося где-то. У нас есть, да, мы как бы, ну я не знаю, я как-то попытался, у нас бухгалтер деньги собирает, у нас как бы установлено 10 евро в месяц члены взносы, членские взносы. Не надо это. Я пару раз ей дал как бы, ну десятину, так не 10 евро, а дал два раза как бы десятину дал. Ну а потом у меня начали с женой немного проблемы. Она начала водкой, даешь, но нужно сказать и священнику давать, потому что ты даешь как бы, они думают, что это как взнос, а ты так. И я когда священнику начал говорить, он там смеяться начал, а ты опять со своими как бы заскоками, то некрещеный, то десятину сейчас начал. И жена сказала, что будем, как бы, есть знакомые, которые там на Украине бедствуют, и как бы им пересылать. Можно так, да, делать? Смотрите, вот, они начали смеяться. И написано над Господом, смеялись. Записано, ибо они были сребролюбивы. Они смеялись. Это значит, то, что они воры, ты их разоблачаешь, и они смеются. Это уже все было, проходили. Скажите, я что-то свое говорил или нет? Вот о десятине. Десятину Бог установил. А если они скажут, не говорил, а ты ему приведи примерно 30 мест в Библии, и говорится, десятину платить священству. Ну, а если не платите? Ну, если не платите, вы должны изыскать другие средства. Десятина, это минимальная. Книга Тавита, первая глава, 6-й, 8-й стих, говорит, что он платил три десятины. Три. Священнику в руки отдавал, второе на украшения, на жертву в храме, и третье нищим. Ну да. Понятно. Не, ну у нас как- Да. У нас наоборот, тут как бы все, даже специально человек, который там стоит за ящиком, к нему такие посылы, что кто придет, чтобы он грубо, как бы говорят, что это он первый, кто встречает человека, который приходит в церковь, это первый, кто за ящиком. И что он наоборот должен его там ласково повезти, чтобы не отогнать. Вот все время такие наставления там идут прямо. Не отогнать. Сидят как разбойники, говорят, ловят. Ты говоришь по слову Божию, а они не по слову. И поэтому послание к Галатам, первая глава, восьмой, девятый стих. Они анафеме преданы все за это, если будут говорить не так. Торговля запрещена, скажи, все, она запрещена. Господь выкинул и выгнал продающих и покупающих. Это что, а раз у вас торговля идет, отсюда вывод, что Христос еще не пришел туда, иначе он выгнал бы вас. Что тут спрашивают-то? Тут все... Еще такую ссылку дают, что это было в Ветхом Завете, сейчас Новый Завет все новое как бы. Обождите, давайте вернемся назад. В Ветхом Завете что было? Ну, там жертвы. Жертвы? Они куда делись, жертвы-то? Никто их не отменял, написано вечное постановление. А как? А оно прообразовывало, показывало. Там был ягненок, а здесь Агнец Божий, Христос. Евангелие Тиана 1,29. Все Ветхозаветнее было прообразом, прообразовало. Там было обрезание, у нас крещение. Это Колосся на 2 главе 11 стих Павел говорит об этом. Нам не надо толковать-то. А десятина... Десятина это Божье. Тогда Бог давал солнце и сейчас так же дает. Я без солнца не могу жить. Тогда Бог давал воздух и сейчас так же дает. Тогда я хотел есть и сейчас хочу. Ничего не изменилось. Христос не пришел менять отношения с Богом-то. Он только возвысил. Мы можем сказать так, если в Ветхом Завете давали десятину, то в Новом даже давать 2 минимум. А почему? Если ваша праздность не произойдет праздник, книжников, парисеев, вы не можете увидеть лица все Божьи, не войдете. Вот это в разговор был. А они как делали? В Новом Завете. Они продавали имение и все к ногам апостолов несли. Десять-десятина давали. Но это только в Иерусалиме. Ну да. Но это пример был. Это пример. И на это дело избрали не одного человека. А диаконов избрали семь. Чтобы раздавали пищу в свое время. Но у них долго не протянули они так. Ну да, это все правильно. Но однако это десятину кто ее может отменить? Так она на Божье. Бог участник в труде в нашем. Ну они говорят, вот мне говорили, что вот сейчас все свободное. Бог хочет как бы дара свободного. Ладно, давай, свободно. Бога нету. Давай, Бога нету. Все свободный ты. Земли нету, земного шара. Ты свободный. Лети в космос. А атмосферы нету. Бог не дал рождение матери. Она тебя не родила. Или Бог тебя вывел. Ты дал зародыш. Жизни. Теперь. Он дал кровообращение. Сердце стучит. Кто сделал-то? Я свободен. Но останови сердце и заново заводи его. Создай сам себя из глины. Но это дурь одна. Бог Златоуст говорит, ты у счастья их, поэтому делись с ним. Будь благодарен. У нас все Божье от Бога. А я его знать не хочу. Я свободен. Ну еще нормально? Ну это не верно. Ты можешь быть свободен. Ну да. И вот у меня тоже как бы жена спрашивает, а вот если вот у нас тут отменяют наличность, ну скоро придет, потому что вот по Европе уже многие страны, где есть магазины, только безналичным рассчитываются. Она мне говорит, а вот спроси, когда будет безналичный расчет, только как десятину будем давать? Мы не знаем как. Но написано со всего. У тебя, когда говорилось Израилю, у них было что, баранов держали, и денег-то, какие они деньги там знали там, когда продавали только. Было что-то с МИ, ну а они, они платили-то то, что вырабатывалось. А как мы будем? Не знаем как. Видимо, деньги-то как-то пересчитывать-то будут друг другу, кто кому должен. И так перемет сделали, и все, как сейчас. Я могу сейчас, вот у меня на телефон кто-то положил, а я другому телефон отдал, говорю, сними, и он снял, и забрал себе деньги. Вот и все. Десятина, запомните, десятина не принадлежит нам десятая часть. Она не наша. И Бог говорит, меня обкрадывайте. Причем тут ветхий Новый Завет-то? А почему Божье? Потому что все его, он дал работу, дал пальцы, они сгибаются, я могу держать, могу думать. Это все Божье. Нашего тут еще нету. Ну скажите, почему священник, я сколько был в церквях, и ни разу священник ни один не учил, про это не рассказывал? Я знаю почему. Серафиму Саровскому об этом было сказано. Это третий том настольной книги священнослужителей, 601 страница. Я три дня и три ночи молился к Богу, чтобы он помиловал, пощадил архиереев и священников. И Бог ответил, не пощажу, не помилую. Как будто ни одного спасенного нету. Так они же священники, слушай внимательно. А почему, Господи? Они вымыслами своими заменили истину Божью. Серафим Саровский. А Ян Златоуз говорит, большая часть священников погибает. Если вот 100 священников собрать, минимум 50, и надо добавить хотя бы одного больше, это те, которые в ад пойдут. Большая часть священников погибает. Что непонятно-то? А он сказал, Златоуз говорит, смотри, вместо пастыря волка не избери. Ты, говорит, не такого наставника, строжих которого нет во всей вселенной. Тогда будет у тебя надежда какая-то. Ну да. Понятно. И вот еще вопрос. Тоже слышал, как вы про рождение свыше говорите. Жена тоже слышала и говорит, это никогда такого не слышали, рождение свыше, как бы никогда никто не рассказывал. Говорит, это только, сколько в церковь входим. И говорит, только услышали, как у баптистов, вот это они говорят, рожденный свыше, рожденный свыше. Вы самого главного баптиста-то не забывайте. Это Христос учился. Третья глава Евангелия Теана. Третья глава. И второе он объясняет это. Вспомните, с Никодимом. Говорит, если кто не родится свыше, не может увидеть. Он баптист был? Христос. Это как надо запудрить мозги, чтобы Христа баптистом считать? Христос указал. Вот ветхое, ничто, говорит, в рай не войдет. Мы должны переродиться заново. А что? Как? Неужели в утробу матери войти и родиться? Ты, говорит, учитель Израиля этого не знаешь. Священники этого не знают. Он нерожденный, он плотской. И поэтому они деньги-деньги, архиереи с него гладят деньги. Ну, там я не знаю, как это самое дальше. Ну, как бы им нужны деньги на пропитание. Он же тоже снимает здесь квартиру. Его послали сюда. Как бы люди сами писали запрос, помню, у нас, что вышлите нам священника. Мы приехали. Ну, просто у нас даже, как бы, наверное, священник даже боится сказать людям, скажут, что это он десятину вел, чтобы нас, как бы, обирать там или еще что-то. Знаете, сколько? Почему у нас это не говорит священник? У меня священник, родной брат, он на 5 лет моложе меня. У него овещек до 100 овещек. Он пастух. Жена агроном. У него есть возможность, да. Да. Жена агроном. То есть он живет, мой брат, раз может, в 50 богаче меня. А меня это не касается. Как только январь наступил, а у меня пенсия. Я сразу десятую часть посчитал, и ему отдаю за год вперед. Я по-другому не могу. Отвечего, чтобы получить благословение. Батюшка, благослови меня. Это все от неверия. Люди так говорят и делают. Они воры, они приехали воровать. Вы меня обкрадываете, скажи. Вы воры, святотатцы, лжецы. И ходите к нам. Ну, им тоже никто про десятину не рассказывал, поэтому они сами не понимают это. Они должны были найти. Писание есть на земле. Библию никто не закрывал. У вас там тем более есть. Я в 23 года первый раз Евангелие получил. В 23 года только. Я даже не знал об этой книге. Библию в глаза не видал. Но верил, что Бог есть. Я старался не грешить. Справедливый. Любил нищих. Все. А Бога не знал. Я понимал, я умру, пойду в ад. Это я на 100% был уверен. Хотя я не воровал, ни одного матерного слова не сказал. Никаких женщин не знал. И я знал, что я погибший. Почему моя совесть меня не подводила? А почему эта совесть? Ну, у нас еще вот мне даже прихожане, ну, там друзья тоже говорят. Вот ты слушай священник, он как бы твой священник и он за тебя ответственность несет. Чего ты голову заморочен? Дописано слепец, слепца ведет, оба упадут в яму. Оба. Ну, как говорят, у него благодать, он священник. Вот вместе с благодатью туда и рухнет. Вместе с благодатью. Там не написано большее счастье священников с благодатью в аду будут. Ян Златоуст. Больше счастье священников. Что тебе непонятно-то? Вот их, допустим, тысяча, больше пятисот будут в аду. А Серафим Царосский молился, как будто ни одного нет спасенного. Бог говорит, не пощажу, не помилую. Что непонятно-то? Я вам называю, где написано, что, какая страница. Если мы православные, дурить можно кого-то, но когда умрем, этого не будет. Как Феофан Затворник говорит, не можешь поститься, причины ищешь. Не хочу, но когда умрешь, и тебя демоны в ад потащат, хочу, не хочу, пойдешь. Ну, это да. Ну, в самом деле, я вот так смотрел, вы говорили, поститься без масла. Раньше пост, и мы все время с маслом было, с оливковым. Или с постом. В календаре на пост. А сейчас я как бы попробовал, попробовал держать так без масла. И как бы, в самом деле, в субботу, когда приходят и кушаешь с маслом, как будто пост закончился. Такая еда все. Да. В субботу, в воскресенье. И чувствуется, как будто, как бы думаешь, вот с понедельника опять будет пост. Это православная пост. Вы к нам вот зайдите на книгу к истинному православию, у меня там материал. Я на эту книгу материал собирал 40 лет. Там все, более богатого материала вообще нету нигде. Я не просто собирал, я этим живу. Мне посты эти не нужны, другие, когда дети приезжают и нельзя есть. Но я православный, вопрос снятый. Но я делаю так, скрипя зубы. Я теперь молюсь Господи, дай мне любовь к этим постам. И Бог дает любовь. Я православный. Все. Все вопросы снимаются, все правила я обязан выполнять. Мне нравится посты, иди к баптистам. Ну, даже вот я с племянником разговаривал, он на Украине живет, и как раз был рождественский пост, он говорит, а я не держу, нам как бы священник не заставляет, даже у православных не заставляет держать. Это разбойник. Это не поп, это разбойник. Аполлос Великий говорит, большего греха тебе нет. Это оружие на дьявола, пост и молитва. А он говорит, нет, это сотрудник дьявола. Но он как бы не заставляет, он как бы, он говорит, а нам батюшка, говорит, ну ничего, Бог простит там, ты не можешь, не хочешь не постить. Все как бы должно быть на добровольном начале. Феофан Затворник говорит, священник говорит, я благословляю, не поститься. А Бог говорит, я не благословляю. Что там будет утверждено? Там. Что? Что поп сказал или что поп сказал? Божий, конечно. Божий. Не, ну как бы, к слову вы говорите к баптистам. У православных сейчас тоже многие как бы дозволяют. Не обязательно к баптистам, интересно, главное, священник и говорит, а мы, говорит, ездили, мы во время поста не постились. Я говорю, а почему? А мы, говорит, паломники были на войне, которые нельзя постить. Я говорю, ты перепутал. Это такая сура аят из Корана взята. Ты что, поп, дуришь-то? Совсем охамел. Это из католика, это взято из мусульманского, из Корана. Вот вообще-то, ну вот, Игнатий Тихонович, еще такой у меня вопрос, потому что католики есть, которые перешли здесь, потому что мы в Италии, перешли в православие, их уже, они были там у себя как бы облиты в католическом детстве. Надо крестить. А здесь они переходили? И они переходили, их только помазали, как бы вера помазали. Их надо крестить. Это Владимирский собор православной церкви на Руси. Это очень важный собор. Постановил всех католиков крестить. Ну, а потом говорят, другой собор был, и как бы... О, другой. Теперь не надо ни одного собора никакого. Зачем другой-то? Когда они не погружены, это. Сейчас другой собор. И курить можно, и масонами можно быть. У католиков разрешено. А? Так и священника, если католического в православие переходит, его же уже хератонию заново не делают, его в сущем са не принимают. Хератонию не делать, а креститься надо. Креститься надо. Обязательно. А хератонию, помазание, они не делают. Правильно. Его не переменчивают. У меня тут есть знакомый итальянец, он в греческую церковь переходил в православие к ним, как бы. И он просил, чтобы его покрестили, и священники там, митрополит, как бы кафедра у митрополита в Венеции, у греческого. И митрополит сказал греческий, что нет, не будем его перекрещивать, а просто помажем и все. Хотя у них там есть как бы купель такая, потому что там храм древний, больше 500 лет. Я думал, чтобы меня там покрестили, тоже узнавал у священника, они сказали, нет, католика, как бы мы не перекрещиваем. Дорогой мой. Ну да. Они все там промасонены насквозь. Варфоломея этот, они экуменисты. Еще с них спрашивают-то. Ты думай о том, как на суде Божьем быть. Ну да, не, ну я просто хочу покрестили, в полное погружение, как бы, а здесь нет возможности, и уже ко всем ходил. Еще вопросы есть, все, мы этот уже повторно начинаем, одно и то же. Да, да, хорошо, тогда вы мне скиньте тогда вашу маршруту. Я сейчас скину сразу, с Богом, да? Хорошо, спасибо, до свидания. До свидания, с Богом. С Богом. Сегодня у меня сколько...